Привет, я Саня Кулинич, а сегодня наконец-то необычный самогон. Я как ни крути, просто люблю делать необычный самогон, и мне всегда интересно, что же получится из того или иного продукта. Ведь я хочу найти новые ароматы и вкусы самогона, которые мы никогда не найдем на прилавках магазинов. Итак, сегодня я сделаю самогон из батончиков Твикс, попробую все и в конце, естественно, накидаюсь. Я купил 200 палочек хрустящего песочного печенья с густой карамелью, покрытые великолепным молочным шоколадом. Конечно же, в дело пойдет всего 180 палочек, это 5 килограммов Твикса. Наливаю 10 литров фильтрованной воды в кастрюльку и включаю индукцию на полной мощности. Пока вода нагревается, распаковываю двойняшек. И вот 90 упаковок раскрыто и палочки освобождены. Выливаю доведенную до кипения воду в ферментер. Мы не будем выяснять, какая из палочек вкуснее. И просто-напросто всех утопим в кипятке. Какое-то количество батончиков отправил в воду и начал перемешивать. Очень быстро растворяется шоколад и карамель. Обнажается перфорированное печенье. В моей группе ВКонтакте было несколько интересных вариантов об этом зрелище. По ссылке в описании вы можете ознакомиться с безумной фантазией подписчиков. В общем, все батончики в бродильной емкости. Но печенье еще не растворилось. Прикрываю крышкой и оставляю на некоторое время, чтобы печеньки пропитались водой. Через минут 15 перемешиваю сусло и печенье моментально растворяется. Даю еще постоять, чтобы мелкие остатки допропитались жидкостью. Через минут 10 снова перемешиваю и получаю однородную консистенцию. Дрожжи использовать буду зерновые от компании Винатеп, которые являются мощной альтернативой дрожжам Кодзи. Ведь зерновых в составе присутствуют нормальные ферменты и профессиональные зерновые дрожжи. Перемешиваю еще раз сусло. Температура получилась 44 градуса. А это самое то для этих дрожжей с ферментами. Рассыпаю пачку дрожжей на поверхности и просто прикрываю крышкой. Через несколько минут добавляю пеногаситель. Это не то, чтобы я рад процессу постановки браги из Твикса. И хорошенько перемешиваю. А теперь закрываю плотно под гидрозатвор. Через 50 минут гидрозатвор начал булькать. Через 5 часов гидрозатвор ведет себя как дурак. Еще через 7 часов прыти уже поменьше будет. И в общем через 2 дня гидрозатвор замолчал. Ну достаточно быстро отбродило. Но ведь и дрожжи хорошие. Да и 50% углеводов примерно в Твиксе будет. Приступаю к перегону браги. А с вас лайк и подписка. Вот так выглядит брага после брожения. На поверхности видно какао. А внутри масло. Но тем не менее отправил в куб все содержимое ферментера. На полной мощности индукционной плиты. С купольной медной крышкой. С медным шлемом. С медным отводом. И холодосом из нержавейки. Разгоняю брагу из Твикса. На 79 градусах в кубе подаю воду в холодильник. Вскоре в отводе начала расти температура. И немного погодя пошел вовсю спирт сырец. При этом в кубе более 92 градусов. А в отводе 90. На 98,3 градуса в кубе набралось 3 литра спирта сырца. И я закончил перегон. Крепость получилась 41,5%. При температуре 23,3 градуса. После коррекции это чуть более 40. Ну в принципе неплохо. Брашка получилась крепкая. А зерновые дрожжи вы найдете по ссылочке в описании. Там же вы найдете и большой ассортимент других дрожжей. На некоторые из которых у меня уже готовятся обзоры. Пора перегнать ароматный спирт сырец второй раз. И естественно на хрустальной колпачковой колонне. В спирт сыре с бешеным шоколадным ароматом отправляются в куб. В принципе он настолько круто пахнет, что хочется уже пить этот самогон. Но я не такой. На экране вы видите расчет данного перегона. Разгон на полной мощности. Куб на 50 литров. Дополнительная купольная крышка. Тарельчатая колонна укороченная на два этажа для получения более яркой ароматики. А голова аппарата алкаш платином 3 в классическом сборе. На 72 градусах кубе подаю воду. Кран на дефлегматоре открыт полностью. Кран на узле отбора голов закрыт. Вскоре температура до дефлегматора начала расти. Начинается капель на тарелках. Температура стремится к максимуму. Начинает наполняться флегмой верхний этаж. После дефлегматора температура поднялась, но уже снижается. Тарелки поочередно начинают барботировать. В отводе температура начала расти. И уже вся колонна работает. Снижаем мощность до 2000 ватт. Температура после дефлегматора начала снижаться. Поставил таймер на полчаса. Температура в узле отбора за это время снизится. Идет в колонне работа на себя. Через 30 минут температура минимальная. Приоткрываю кран на узле отбора. И покапельно начинают отбираться головы. А пока отбираются головы, я вам расскажу, где можно приобрести такой же самогонный аппарат, как у меня. По ссылке в описании вы найдете сайт магазина «Домашние самогоны». Там вы найдете любой аппарат на любой вкус и карман. А также большое количество аксессуаров и прочих товаров для самогонщика. А если вы хотите открыть свой магазин с самогонными аппаратами и прочим оборудованием, но не знаете с чего начать, то у компании «Домашние самогоны» есть предложение купить их франшизу. И они все вам подробно расскажут, помогут. И, в общем, по ссылке в описании вы найдете сайт с большой презентацией. И заявку там же можете оставить. И каждый месяц открывается по одному-два магазина новых. Так что дерзайте. Все ссылочки в описании. За 45 минут отобрал 130 мл голов. Закрываю кран отбора. Выставляю мощность 3500 Вт. Температура после дефлегматора начинает потихонечку расти. Подачу воды пока не трогаю. Подготовил емкость для отбора тела. Пока температура будет расти, в колонне все перестроится под увеличенную мощность. Через несколько минут температура в отводе достигла 74 градуса. И рост приостановился. Покапельно пошел самогон. И вот теперь я снижаю подачу воды в дефлегматор, чтобы увеличить скорость отбора. Добился скорости 49 мл в минуту. А это 2940 мл в час. Температура в отводе устаканилась на 78,4 градуса. В кубе уже 86 градусов. Уже отобралось около 150 мл. Чуть позже температура в отводе снизилась на 0,1 градуса. В кубе 90 градусов. Отобралось больше половины. Температура наверху увеличилась до 78,4. Увеличиваю немного подачу воды, чтобы снизить скорость отбора. Да и температура теперь даже ниже, чем была, чтобы не пропустить хвосты. На 99 градусов кубе отобрал 950 мл спирта из Твикса. Температура начала повышаться и я закончил перегон. Крепость 91,1%. При температуре 17,6 градуса. После коррекции это 91,69. Разбавил спирт до 40 градусов. Итого получилось 2170 мл готового 40 градусного продукта. Конечно, я предполагал, что где-то должно хотя бы 2,5 литра получиться. Все-таки с 5 кг Твикса. При том, что там же углеводов больше 50%. Ну, вот как-то так. Обманули. Не все там сахар, видимо, был. И не все мука. Да, это узнаваемый аромат того же самогона из Несквика, где очень мега шоколадный аромат. Сникерс, но без арахисового, естественно, аромата. То есть, ну, баунти, естественно. Нутелла та же какими-то шоколадными ароматами пахла. Но здесь гораздо мощнее, потому что все-таки, извините, 97, да? То есть, до 92 градусов на четырех этажах хрустальной колпачковой колонны. Это да. Тут мощный-мощный аромат. Никакой сивухи. И здесь очень бешеный шоколадный аромат. И я думаю, что и во вкусах у нас должен еще присутствовать какой-то вот этот, может быть, зерновой пшеничный аромат от печеньки. Все-таки, как ни крути, печенька должна тоже свою лепту внести. Да, карамель вряд ли как-то нам даст. Она нам дала только выход достаточно. Ну, достаточно большой, извините. Бывали проекты, где я там 200 грамм спирта кое-как выжимал, а не литр почти спирта. И там получалось фиг да нифига. Здесь хотя бы действительно есть что попить. И даже что-то потом, даже в будущем на фесты, может быть, привезти, да, какие-нибудь очередные. Кстати, практически ничего шоколадного я в этот раз на фестивале не вез. Поэтому нам нужны будут потом в будущем какие-то такие шоколадные вкусные варианты. Ну, давайте выпьем за очередной эксперимент, который очень хорошо даже получился и очень ароматный получился. Причем не нужно никаких специальных рюмочек. Давайте, за эксперименты. Шоколадно, сладенько, очень сладенько. Терпкость шоколада такая и входящая в сладость. То есть, не как горький шоколад, да, а все-таки сладиночка какая-то нам попала. Очень мягенький, хотя тоже он не успел еще отдохнуть. Отдохнувшие напитки с шоколадными вкусами становятся всегда еще более приятными. Не теряют свою шоколадность. Вот это вот очень мне нравится, что какао никак никуда не уходит. Как, например, недавно определилось с самогоном с томатной пастой. Когда я много томатной пасты взял, сахара и сделал. То есть, это был не проектом вместо дрожжей использовать томат, а именно для томатного вкуса. Если он вначале был очень томатный, очень интересный какой-то новый вкус, ароматный вкус, то сейчас этот самогон, спустя там полтора, по-моему, года, он никакой. Он просто какой-то вкусненький сахарный самогон. Он даже может быть похожий на самогон из ГФС, который имеет какие-то интересные, также мягкие нотки, отличающие его немного от сахарного самогона. Ну вот, ну очень-очень интересный аромат. Ну и почему бы не закусить куриным вкусненьким шашлычком. С лавашиком. И с маринованным лавичком. Очень вкусно. Да, это очень меня радует. Тут никаких сивушных ароматов. Ничего не прошло. Гнал практически до 100 градусов. 99, там и 1 было. Но держал температуру. И температуру после 90 градусов даже снизил ниже. Пусть будет крепче, чище. Но будет выход. А все вкусы и ароматы в самом начале у нас прошли. Не нужны нам хвосты. Хвосты, помимо большей ароматики, нам и принесут туда сивушку. И изики, изики, которые вообще могут испортить самогон. И сделать его вообще каким-то горьким, вообще неприятным. Поэтому смысла нет. Тут в данном случае все получилось классно. Потому что опыт по этому делу большой. И на колпачковой колонне с 4 дюймами диаметром. Накосячить уже очень сложно. Ну, конечно, если только уйти от аппарата и не следить за ним. Но когда у тебя по цели литр всего лишь, можно и последить. И это все-таки наше творчество. Наше хобби. Автоматика не для меня. Я люблю заниматься этим делом. Именно наблюдать, смотреть, как все набирается. Следить, чтобы температура была на месте. Я хочу потратить эти 2-3 часа на приготовление этого необычного самогона. Время именно с вот этим кайфом. Потому что я все-таки занимаюсь творчеством. Давайте за творчество. Самогон вообще без каких-то претензий по примесям. Он очень шоколадный получился. Очень шоколадный. Не зря в рекламных роликах говорится великолепный молочный шоколад. И этот молочный шоколад здесь полностью победил. Сделал офигительный напиток. Очень шоколадный. Да, конечно, может быть, все-таки, взяв какое-нибудь классного качества какао и сахар, может быть, получится тоже подобие. Но, опять же, видите, все-таки и зерновая основа у нас все-таки присутствует. И это все-таки дает какую-то гармоничную, гармоничное сочетание с шоколадом. Так что, может даже так же не получится. Хотя есть желание сделать такой а-ля самогон из Нествика, только чтобы был какао. Качественный какао. Потом, чтобы было обязательно сухое, например, молоко, сливки. Сливки, возможно, сухие. И сахар. И сделать это тоже большой какой-нибудь проект, побольше килограммов, чтобы там, ну, не знаю, 10, 15, 20, может, был бы. И сделать очень-очень много такого очень вкусного, очень вкусного самогона. Но и в то же время, чтобы он по карману не сильно бил. Потому что самогон из Нествика, это просто колоссальные деньги. Курочка, 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 очень вкусный. Знаете, да, что курочка, что запеченная, что шашлычная, она практически всегда доставляет максимальное удовольствие. Больше даже, чем, ну, то есть, там, свинины, из баранины, из говядины. Потому что курица имеет свой непревзойденный аромат интересный и доставляет огромное удовольствие. Вот заметьте, да, в супермаркетах приходите, и как этот запах курицы гриль на весь супермаркет, что творит он с вами. Вы покупаете все подряд, любую еду, и в то же время, возможно, идете еще и за курой гриль. Да, курица это очень просто прекрасный продукт, прекрасное мясо. Которое доводит нам большое-большое наслаждение. Божественно. Пришло время выпить за вас, мои дорогие подписчики. Спасибо, что вы смотрите и лайкаете видео, репостите, пишите комментарии. Напишите, кто пробовал вообще что-нибудь из необычного. Что пробовал когда-то я. Может попадалась какая-нибудь просрочка. Я, например, с просрочки вообще никогда ничего не делаю. Потому что, ну, такой принцип. Я беру только свежие продукты. Да, максимум, что я могу это взять по акции или по оптовой цене в оптовом магазине. Вот. Давайте выпьем за вас, мои дорогие. Шоколад в самогоне. Это очень классная штука. Это классная штука. И причем, видите, самогон у нас 40-градусный. То есть, это у нас шоколадная водка. Так, я не знаю, есть ли вообще вот именно шоколадные водки. Потому что, если мы знаем известные бренды, там, которые есть цитрусовые, ванильные. Есть, опять же, там, какой-нибудь, ну, смородина, да, которую я тоже повторял. Причем, очень даже тоже близко повторил. Но шоколадные у нас, как правило, идут ликерами. Почему-то, да. Шоколадные, кофейные, да, там, какие-то такие моменты. Вот. Почему-то, почему-то с шоколадом все равно как-то разговор короткий. Не такой большой ассортимент. Ну, то есть, где-то чего-то для меня, например, известно. Может быть, это известно и есть. Вы напишите тоже в комментариях, что за напиток, может быть, какой-то есть. Но, опять же, вряд ли он бы получился бы таким мощным. Потому что, все-таки, в водочной индустрии, как правило, все либо слишком химозно из эссенций, либо очень-очень совсем слабое. Ну, опять же, как вот те же товарищи из Америки делают из футбанков, вот эту просрочку берут. Из просрочки, из тортиков всяких делают. Но они, опять же, делают ректификат из этого. Они не делают 92 градуса. Они делают все-таки там, как он говорил, 95, по-моему, даже. Но это очень все равно высокая крепость. Потому что, все-таки, там ничего практически уже не остается. И также, опять же, там всякие крема, какие-то бисквиты там, да. То есть, у нас крахмал, крахмалные какие-то дела. Кстати, никакие вот эти от масел шоколада, да, которые присутствуют, да, в шоколаде, нам не повлияли на вкус. То есть, например, когда масло растительное в кукурузных палочках очень выдавало себя именно вот этим характерным привкусом. Привкусом, не только ароматом, еще и привкусом. Даже бочка ничего не сделала. Что этот, ну, типа, а-ля бурбончик из кукурузных палочек, все равно получился не очень из-за того, что все-таки масло там было избыточное. Потому что вот здесь же у нас все получается очень вкусно. И никаких вот этих масля... Эта маслянистость, она просто не передалась, она разрушилась, осталась в кубе и никак не навредила готовому продукту. Вот так вот. Да, я все-таки любитель дефлегматоров, колонн. Все-таки не люблю я сивуху, не люблю какие-то лишние привкусы. И опять же, сивуха должна идти в бочку, где будет превращаться в эфиры в течение, там, длительного времени в большом объеме. Так что, да, первый перегон на шлеме, это классно, это красиво, это круто. Второй перегон на колпачковой колонне. Как недавно мне сказали, что это даже можно называть хрустальным. Вот, напишите, что вы думаете про хрустальные колпачковые колонны. Как-то всегда называл по-обычному, тарелчатая колонна или колпачковая колонна. Не знаю. Флейта ее не назовешь, потому что все-таки флейтой называется это из металлических, так скажем, этажей с характерными, выглядящими как флейта, визорами. Вот, тут вот такая вот, такая система. То есть, колпачковая колонна, тарелки 4 дюйма на небольшой мощности. Очень-очень дают классный результат. Около 92 градусов, очень ароматный, очень вкусный напиток, необычный самогон. То есть, мало кто такое сделает. Ну, конечно, цена, цена все-таки. Вышло это дело. Порядка 3000 рублей у нас вот так стоит Wix. Была очень хорошая акция. Оказалось, еще дешевле получилось взять. Первый раз, когда я на него посмотрел, что, о, классная акция, цена. Очень круто. Причем брал маленькие, потому что маленькие выгоднее. Выгоднее взять три маленьких, чем два больших. Вот такая вот система сейчас по ценам на Twix и Snickers, кстати. Вот такая же тема. Раньше я тогда брал Snickers большой. И в тот момент, когда я делал самогоны Snickers, Snickers был высокий, толстый, в котором было много арахиса. И он был тяжелее, он был выгоднее и он был вкуснее. Сейчас нет никакого смысла брать Snickers Super, так как он по вкусу ничем не отличается от обычного Snickers. Раньше, из-за большего количества арахиса, в этом был смысл. Сейчас никакого смысла. На большом Snickers они просто зарабатывают на нас деньги. Так же точно, как и на большом Twix. Вот. Это, я надеюсь, может быть у кого-то были вопросы, почему у меня именно маленькие Twix. Вот. А может кому-то вообще пофиг. Ну и напишите обязательно по этому поводу комментарии. Надеюсь, этим самым мы увидим, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, видео было для вас полезным. Вы могли подчеркнуть, как работать на колпачковой колонии на четырех этажах. С отбором после дефлегматора по пару. Именно с регулировкой подачи воды, без всяких узлов отбора по жидкости или по пару. Опять же, по жидкости удобнее всегда отбирать головы. Потому что, ну, блин, ну, удобней, блин, не паришься. Хотя, мне все равно, я могу и обычным способом отбирать. Но это лишние, лишние все-таки движения и какое-то внимание. Вот. Поэтому, вот так вот у нас. Ну, в общем, с комментарием итоговым мы все поняли. И давайте выпьем за ваше здоровье. Очень вкусно. Очень, очень шоколадно. Очень сладко. Удачи всем. И пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!